Волгоград Прибывших интересовали не памятники защитникам Сталинграда, а демонстрация новейшего стратегического ракетного комплекса «Тополь-М», выпускаемого в Центральном конструкторском бюро «Титан». Они пытались осуществить эскизные наброски отдельных узлов или приборов ракетного комплекса. Охоту за секретами «Тополя-М» иностранные разведки начали уже давно. К одному из высокопоставленных сотрудников ЦГБ «Титан», когда он находился в зарубежной командировке, очень настойчивый интерес проявили сотрудники спецслужб иностранных государств, которые выясняли мельчайшие детали очень важного прибора, который расположен на этом ракетном комплексе. За информацию о приборе посулили миллион долларов. Но шпионский план рухнул, как в 1943 году провалились планы немецкого командования под Сталинградом. В своих донесениях немецкое командование называло Сталинград крепостью, хотя на самом деле таковой он не являлся. Неприступным его сделали мужество и героизм защитников. И сегодня город на Волге можно считать цитаделью отечественной оборонки. Именно здесь, на Волгоградском ЦКБ «Титан» делают самый грозный мобильный ракетный комплекс России – «Тополь-М». Из всех ядерных держав только Россия имеет на вооружении подвижные грунтовые комплексы стратегического назначения. В нашем фильме мы расскажем о том, как создавалось это оружие неотвратимого возмездия, которое не позволило в 20 веке развязать ядерную войну. 1944 год. 8 сентября, в 18 часов 43 минуты, на Лондон обрушилось новое немецкое оружие «Фау-2». Баллистические ракеты, летящие с огромной скоростью, оказались абсолютно неуязвимыми. Их можно было уничтожить только на Земле. Но даже когда союзная авиация полностью разрушила один и серьезно повредила два других ракетодрома, интенсивность обстрелов оставалась прежней. Секрет заключался в том, что кроме стационарных «Фау-2», у немцев были подвижные пусковые комплексы. Приготовиться! Пуск! До конца войны британским и американским бомбардировщикам так и не удалось уничтожить ни одного подвижного комплекса «Фау-2». Так вместе с ракетной эпохой рождалась мобильная стратегия. В 2006 году на боевое дежурство поставлен подвижный грунтовой комплекс «Тополь-М». Это современное воплощение мобильной стратегии. Его называют машиной ядерного апокалипсиса. В случае внезапного нападения, когда уничтожены стационарные ракетные позиции, руководство страны, пункты управления войсками, и, казалось бы, агрессор может праздновать «Тополь-М», способен выжить, чтобы нанести ответный удар. Внимание! Положим приказ! Пуск! Подтвердяйте! Приказы! И пока противник знает, что возмездие неотвратимо, его ракеты останутся на стартовых позициях. Более 60 лет прошло со времени появления мобильных ракетных комплексов. Но три главных качества, определяющие их боевую эффективность, подвижность, удобство в эксплуатации и автономность остаются неизменными. Сегодняшние комплексы, ну, просто квинтэссенция огромного колоссального труда. Вот как создается новое? Новое создается, прежде всего, при анализе старого. И отталкиваясь от старого, иногда даже здорово забытого, старого, но хорошего, делается что-то еще более лучшее. Виктор Шурыгин и другие сотрудники Центрального конструкторского бюро «Титан» оказались на самом острие ракетной гонки, развернувшейся в середине 20 века. Кто вы? В 1963 году на экраны вышел второй фильм об агенте 007 «Из России с любовью» с блистательным Шоном Коннери. Я всегда обращаю внимание на цвет женских волос. Интерес к фильму подогревался реальным шпионским скандалом, разразившимся в Советском Союзе. 7 мая в Москве в зале заседания Верховного суда СССР начался открытый судебный процесс по уголовному делу агента английской и американской разведок, гражданина СССР Пеньковского. Преступная деятельность подтверждается многочисленными вещественными доказательствами. Однако время рыцарей плаща и кинжала уходило в прошлое. Все больше опирались на технические средства. Совершенно секретно. 7 сентября 1963 года. Москва. Главнокомандующему ракетных войск стратегического назначения маршалу Советского Союза Сергею Бирюзову. 12 июля этого года состоялся запуск нового американского спутника оптической разведки КХ-7. Аппаратура спутника позволяет получать снимки поверхности Земли с разрешением 0,3 метра. Основными объектами съемки будут позиции советских ядерных частей. При столь высоком разрешении обычная маскировка может оказаться неэффективной. Начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил СССР генерал армии Петр Ивашутин. Появление спутника в детальной фоторазведке вывело ракетную гонку между двумя сверхдержавами на новый этап. Стационарные ракетные позиции уже не гарантировали ответного удара. Это пристрелянная точка. А раз она пристрелянная, то если я не знаю, где она стоит, я обязательно ее уничтожу. Но не тем, а другим способом. Необычным фугасом подтащу туда, я, значит, сверху пущу что-нибудь такое, значит, где-то еще. То есть люди работают над этим, ученые умы, и думают, если я вижу, знаю, что вот здесь стоит какая-то мне зараза, я должен ее уничтожить. Я придумаю все равно ее. Но вот когда я не знаю, где она стоит, вот тогда тяжело придумывать. Лучшей защитой становилась мобильность. Каких только проектов не выдвигали ученые для ее обеспечения. Стратегические ракетные комплексы предлагали размещать на тяжелых вертолетах В-12 КБ-миле, экранопланах КМ, больше известных как «Каспийский монстр», и даже судах на воздушной подушке. Но в конце концов остановились на идее создания пусковых установок на базе колесных и гусеничных машин. Учитывая русское бездорожье, большинство склонялось к последнему варианту. Конструкторы Волгоградского центрального КБ «Титан», проведя специальное исследование, не согласились с этим мнением. Скажем, если гусеничное шасси имеет гарантийный километраж 15 тысяч километров, то колесное шасси гарантийный километраж за 200 тысяч километров. Вот такое преимущество. В начале 60-х годов ЦКБ «Титан» прославилась как разработчик стартовых комплексов «Луна-М» и «Темп-С», ставших на долгие годы основой ракетного вооружения советских сухопутных сил. Возглавлял коллектив Георгий Сергеев. Совершенно легендарная личность. Достаточно сказать, он 11-го года рождения. Он работал у «Грабина». Именно они сделали пушку для танка Т-34 калибра 76 и получили за нее сталинскую премию. Учитывая опыт волгоградского ЦКБ «Титан», в 1966 году ему поручили создание стартового комплекса для первой в мире мобильной стратегической ракетной системы «Темп-2С». В начале 60-х годов идея разместить на автомобиле межконтинентальную ракету весом в несколько десятков тонн была достойна пера фантаста. Стационарная ракетная позиция – это десятки километров кабелей, мощные антенны связи, тонны электрического оборудования, целые залы с компьютерами. Конструкторам все это нужно было разместить на одном автомобиле. Слажнейшая скопище агрегатов. Она решает проблемы хранения, транспортирования, подготовки к пуску и пуска из всех положенных на это технических состояний, то есть боевых готовностей. Важнейшей задачей на первых порах стало создание автомобиля, способного перевозить 40 тонн груза. Опытом разработки подобных машин обладало только спецкб Минского автозавода, под руководством Бориса Шапошника. Он прославился своими карьерными самосвалами и тягачами. В течение всей истории Республики Советов мы ожидали ударов, отражали их, защищали социалистическое отечество, интересы социализма во всем мире. Владимир Ильич Ленин писал, «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». В начале 60-х годов в Минске было спроектировано шасси МАС-543 для пусковой установки оперативно-тактической ракеты «Темп-С». Одной из инженерных находок этого проекта было решено воспользоваться и в новом комплексе. После размещения ракеты над кабиной МАС-543 оказалось, что высота пусковой установки превысила 4 метра, а расстояние между землей и электрическими проводами в то время допускалось 3,5. Тогда конструкторы нашли неожиданное решение. Они разрезали кабину и уложили ракету между ее половинками. После этого высота пусковой установки уменьшилась до 3 метров. Подобной же двухкабинной схемой было решено воспользоваться и для стратегического комплекса «Темп-2С». Головным разработчиком комплекса и ракеты был Московский институт теплотехники под руководством Александра Надерадзе. О его умении выжимать из смежников все возможное и невозможное ходили легенды. Вот и в этот раз он сумел добиться, чтобы в задании на «Темп-2С» был указан только общий вес пусковой установки. Когда же при проектировании масса ракеты увеличилась в полтора раза, Надерадзе немедленно заявил, что в утяжелении комплекса виноваты создатели шасси иноземного оборудования. Здесь пролетал у стену Дмитрий Федорович сюда, на завод. А он был в это время уже председателем ВПК. Ну а главные конструктора в выделенные веса, по-видимому, по жалобе Александра Ведуща, не укладывались. Ну и все, конечно, на шасси начали напирать, на Бориса Львовича ужимать. Георгий Иванович Сергеев с ним сидел и здесь, в кабинетах, началом, ночами. И нас всех держали. И в Минске тоже прям сутками поспать не давали. Но как бы ни относились конструкторы к подобной тактике Александра Нагиарзе, она принесла результат. Для Темпа-2С на Минском автозаводе было спроектировано шестиосное полноприводное шасси МАЗ-547 с уникальными характеристиками. Ужимали вес шасси. И у него получилась грузоподъемность шасси по отношению к пассажиру, как мы называем. То есть ко всем системам. И плюс, значит, ракета в контейнере. Значит, один к двум. Такого не было. Даже гражданские машины не делаются, чтобы при весе, положим, 5 тонн, возить 10 тонн. Для пусковой установки Тем-2С конструкторы ЦКБ Титан применили модульный принцип. Все оборудование собиралось в отдельных блоках-ящиках на заводе-изготовителе. И затем монтировалось на шасси. Взаимствованный как монтаж было в Великую Отечественную войну, или в Вторую мировую войну американцев, когда они суда 17 тысяч тонн водоизмещений выпускали за 5 недель. Ракета Тем-2С размещалась в контейнере, состоящем из двух слоев стеклопластика, разделенных толстым слоем теплоизолирующего пенопласта. По специальным трубам внутрь этого своеобразного термоса подавался теплый воздух. Обеспечение обогрева требовали химики. Малейшая трещинка в твердотопливной смеси от перебада температур, и при старте произойдет взрыв. Перед пуском машина поднималась на домкратах, чтобы уберечь шасси от перегрузок и добиться точного положения относительно горизонта. Подъем 40-тонной ракеты осуществляли мощные гидравлические насосы. Уже в 1971 году начались испытания нового комплекса. Чтобы скрыть этот факт от разведки противника, было решено использовать нефтяной бум, начавшийся в Советском Союзе в 70-х годах. Сибирь по праву называют краем больших строек девятой пятилетки. Одна из них – прокладка второй очереди нефтепровода «Тюмень-Иркутс». Здесь хорошо используется техника, которой управляют люди, много лет работающие на сооружении трубопроводки. Спецтехника нефтегазовой промышленности была прекрасным разведывательным прикрытием для всех ракетных комплексов ЦКБ «Титан». Вплоть до конца прошлого века все пусковые установки маскировали под автоцистерны, как, например, этот тополь, или под трубовозы. Из космоса распознать их было практически невозможно. А для вездесущих шпионов на всех ракетовозах писали лозунги, типа «Даешь стране нефти» или «Даешь стране газ». В 1974 году испытания «Темп-2С» были закончены. Впервые стратегический ракетный комплекс получил возможность передвигаться по любым дорогам. Один двигатель обеспечит ему надежное движение в любую погоду со скоростью до 45 км в час. Скорость ограничена только устойчивостью. Благодаря подвижности уничтожить «Темп-2С» внезапным ударом было невозможно. Засечь, значит, ракетный комплекс грунтового базирования можно было, но он через час уже оказывался в другом месте. Двухкабинная компоновка и многоосность стали отличительной чертой всех подвижных ракетных комплексов. Каждое новое поколение пусковых установок увеличивалось на одну колесную ось. На «Тополе-М» их число достигло восьми. Благодаря этому, несмотря на то, что он в полтора раза тяжелее «Темпа-2С», проходимость у него только улучшилась. 120-тонный «Монстр» имеет давление на грунт меньше, чем у обычного грузовика. Шесть пар колес из восьми поворотные, поэтому радиус разворота установки длиной с почтовый вагон всего 16 метров. Но в отличие от «Тополя-М», «Темп-2С» так никогда и не встал на дежурство. Созданные комплексы прямиком отправлялись на склады. Это объяснялось просто. На маршруте боевого патрулирования с реальным ядерным оружием одной подвижности мало. Комплекс должен обладать еще одним важным качеством – удобством и безопасностью в эксплуатации. Кабина настолько тесна, что туда только ниже среднего роста человек может более-менее поместиться. А так – три погибели. Вот даже случай на полигоне был, начальник полигона южного, ну, Копьяра, генерал Бондаренко, в порыве влез в кабину, правда, механика водителя, туда кое-как его засунили, а оттуда вынимала только скорая помощь. Кому-то подобное покажется мелочью. Но водители в этих тесных кабинах должны были совершать длительные марши с ядерной ракетой мощностью в полторы мегатонн. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, была в семь раз слабее. Впрочем, у комплекса ТМ-2С были проблемы и посерьезнее. Кто хочешь, может выстрелить в нее. И тогда ядерный взрыв, самоликвидация, ну, меньше он, конечно, чем обычный ядерный взрыв, да? Но это все равно несколько тонн тела, несколько тысяч тонн тела. Это же очень опасно. Возможно, подвижные грунтовые комплексы так и остались бы только в истории. Но ситуация в мире вновь возродила интерес к этому виду вооружения. В 1971 году американский программист Нолан Башнелл создал первую коммерческую компьютерную игру с пророческим названием Space War «Космическая война». Но успеха игра не принесла. Пользователи сочли слишком сложным уничтожить одну ракету другой. Впрочем, в начале 70-х годов планы создания в США и Советском Союзе систем противоракетной обороны также провалились. Реальная возможность получить мощный ответный удар по своей территории вынудила американских стратегов и политиков разработать военную доктрину ограниченной атомной войны. Ее суть заключалась в переносе ядерного конфликта с Советским Союзом на территорию Европы. Совершенно секретно. 12 февраля 1971 года. Москва. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Прежнему. По нашим данным, в случае заключения Советско-Американского договора об ограничении стратегических вооружений, США намерены возобновить разработку ракет среднего радиуса действия с дальностью пуска до 5000 километров. Малое подлетное время не позволяет своевременно обнаруживать этот класс ракет и провести ответ на встречный удар. Председатель КГБ при Совете Министров СССР Юрий Андропов. Американские ракетные системы Трайдент, Томагав и Першинг-2 специально создавались под концепцию ограниченной ядерной войны. Но не только это вынудило советское руководство вернуться к идее мобильных комплексов. Резко повысили свой ядерный потенциал европейские страны НАТО. Китай, жаждавший реванша за поражение в районе острова Даманский, создал ракеты средней дальности, державшие под прицелом две трети советской территории. Кроме того, в начале 70-х годов ядерное оружие начало стремительно расползаться по миру. В 1974 году ядерный клуб пополнила Индия, чуть позже Пакистан. Имелись данные, что атомную бомбу создают в Израиле, Северной Корее и ЮАР. Чтобы парировать новые угрозы, советское правительство приняло решение о немедленном создании мобильного ракетного комплекса средней дальности «Пионер», способного доставлять три головные части на расстояние до 4,5 тысяч километров. Для ускорения разработки большую часть агрегатов ракеты и пусковой установки заимствовали Стэмпо-2С. Уже в 1974 году начались летные испытания «Пионера». В 1974 году у нас каждую неделю шел пуск. Мы вообще практически спали на площадке. Одно за другой. Две машины менялись у нас с пусковых, и ракеты подходили. И поставило правительство задачу в декабре 1974-го закончить испытание. Кровь из носа. И там все, как война. Когда у ведущего конструктора пусковой установки Константина Есина смертельно заболел отец, он отправился к Александру Надираться. Александр Давыдович, подпишите мне отпускное. Я, говорю, с главным конструктором переговорил. Смена будет. Если не завтра, послезавтра. Александр Давыдович мне говорит. Знаешь что? Мы с тобой находимся на передовой в окопе. Как я тебя пущу, когда через три дня пуск? Первой должна была получить новые комплексы 33-я ракетная дивизия под командованием Евгения Бородунова. Но чем лучше он узнавал новое оружие, тем большее опасение испытывал. Чтобы поставить комплекс на боевое дежурство, требовалось изменить всю страну. У нас была высота ее, предельная высота наших комплекса, 4,5 метра. Это без подъема антенн. В гости у нас было уже сказано, что все мосты, все эти самые, должны быть не меньше 5,5 метров. Ну, когда стали смотреть по городам, большинство, 4, 4,5, 4,6. Вот так вот. Особенно под железнодорожными проездами и так далее. В 1975 году дивизию посетил главком ракетных войск генерал армии Владимир Толубко. Первую ночь мы с ним провели как раз за тем, чтобы решать, что делать, принимать их на вооружение или не принимать. И все же, учитывая, что мобильные ракетные комплексы наиболее эффективно обеспечивали стратегическую безопасность, Владимир Толубко и Евгений Бородюнов сошлись в необходимости принять пионер на вооружение. Как они и ожидают, постановка комплекса на боевое дежурство вызвала множество проблем. Связь, которую они поставили тогда, в то время, это была такая дребедель, что это невозможно. Ну, представьте себе, когда у меня были случаи, когда у меня так, раз, вот, а идут под мостом или там идут под этим, под линиями электропередач. Обязаны, потому что высота низкая, меньше пяти с половиной метров. Антенны пустить. Антенны пустили, потом поднимают, все, связи нет. Ну, вы же представьте себе, что такое, вот как чувствовал я себя, полк вышел из основной боевой позиции. Девять пусковых установок, на каждой по три головной части, 27 головных частей. Это 27 соответствующих целей, ядерных целей, да? Это таких, как, допустим, на Англию всего было 9 целей, чтобы вообще острова не было, да? А это 27 целей вышло. Вплоть до сегодняшнего дня, ни одна ядерная держава, кроме России, так и не сумела решить сложнейшие юридические, инженерные и организационные вопросы постановки на боевое дежурство подвижных грунтовых ракетных комплексов. Чего стоила только модернизация мостов. Когда чиновники Министерства обороны СССР засомневались, нужно ли выделять на это средства, начальник главного штаба РВСН Владимир Вышенков привез их в полк 33-й ракетной дивизии, которым командовал Александр Доронин. Они направились к мосту, под мост. А я получил задачу провести агрегат через мост. На мосту стояло, как положено, грузопадемость 40 тонн. Мы знали, что вес нашего агрегата превышает 86 тонн. А механик в отделе сразу отказался. Я не поеду. Я подозвал другого механика. Ген, садись. Шеф, я... Гена, приказ. Я буду идти, ты за мной. 55 метров по трещавшему над головами генерала в мосту командир полка шел впереди пусковой установки. Но едва колеса машины коснулись противоположного берега, нервы водителя окончательно сдали. Уже не выдержал и дал полный газ. Вот, и я едва отскочил в сторону. А он помчался. Надо ли говорить, что после этого деньги на модернизацию автомобильных переправ нашлись? А ведь площадь района патрулирования, в дивизии их было 4, была сравнима с территорией средней европейской страны. Такой, например, как Австрия. В 1976 году комплекс Пионер был, наконец, поставлен на боевое дежурство. На основной боевой позиции ракетные комплексы в полной готовности находились в специальном укрытии Крона. Пуск ракеты можно было осуществлять, не выезжая из него. Для этого крыша Кроны открывалась. Маршрут боевого патрулирования представлял собой замкнутую кривую длиной несколько сотен километров. На расстоянии, исключающем поражение ядерным ударом, располагались полевые позиции. Их координаты определялись заранее. Без этого провести точный пуск было невозможно. На одном месте комплекс находился не более суток. Затем переезжал на следующую позицию. Секретность, окружавшая комплексы «Пионер», была чрезвычайной. Каждый выход машины за ангар на боевое дежурство происходил только в окнах между пролетами американских спутников. Интересно, что при этом солдаты из охранения должны были поворачиваться к машине спиной и стоять по стойке смирно до тех пор, пока ракетоносец не скроется в тайге. Какими забавными не казались бы подобные меры сегодня, они были довольно эффективными. Лишь через два года после заступления комплекса на боевое дежурство американская разведка узнала о появлении нового оружия. Первым на боевое дежурство встал полк Александра Доронина. Но неожиданно важное правительственное задание оказалось под угрозой срыва. Не видящие месяцами своих мужей жены офицеров готовы были взбунтоваться. И мне даже особист сказал, командир, принимай меры, там бунт будет, скоро мужиков ты не увидишь. К отсутствию мужей добавлялись типичная неустроенность и плохое снабжение продуктами, особенно детским питанием. В один из дней командир полка пригласил женщин поговорить по душам. Я говорю, дорогие женщины, терпели долго. Но надо еще один раз потерпеть. Тут такой глубокий выдох или вдох, и потом как будто на сцене. Идиот, сволочь! В этот самый миг полковник Александр Доронин понял, что 130 развеенных женщин куда страшнее американских першингов и трайдентов вместе взятых. Ты куда прицеливаешься, шельмец? Тихо, бабы. Я говорю, ну тише, тише, тише. Что делать, дорогие женщины? Ну, не бросим же мы дело. Что делать? Хорошо. Спасибо. Давайте так сделаем. Я уже так решил. Давайте строго пополам будем. Половина будет отдыхать, половина дежурить. Половина так-так. Так. Пару минут потом. Согласен. С помощью главнокомандующего РВСН Толубка удалось несколько снять напряженность с продуктами и строительством жилья. Но уже было очевидно, что экономика СССР с ее тотальным дефицитом трещит по швам. Перемен требуют наши сердца. 1985 год. Виктор Цой написал эту песню за два года до прихода к власти Михаила Горбачева. Но именно она стала лозунгом начавшейся в стране реформы. Пару минут потом. Это при том, что в отличие от Бершингов, Пионер являлся оружием сдерживания. Мы хотели так, чтобы понимали люди, если кто-то на нас нападет, они получат такой соответствующий от нас ответ военный, что он будет поражающим фактором для всех этих стран. В конце 80-х годов комплексы Пионер были уничтожены согласно договору о запрещении ракет средней и малой дальности. Сегодня Россия единственная ядерная держава на Евразийском континенте, которая не имеет подобного класса оружия. Наши офицеры плакали, когда начали уничтожать. РСД для кого мы уничтожили, почему уничтожили, зачем уничтожили? Вот кто-то может сказать, никто не может сказать. Вот они как были у англичан, как были у французов, как были у всех остальных, у кого-то РСД, а всех остались. И все же ракета Пионер оставила в истории мобильных комплексов значительный след. Используя полученный опыт, конструкторы создали в середине 80-х годов новый комплекс «Тополь», который, в свою очередь, послужил базой для «Тополя-М», основы современных российских ракетных войск стратегического назначения. С точки зрения удобства и безопасности эксплуатации, он значительно превзошел своих предшественников, улучшилась связь, практически не осталось ручных операций, кабина стала просторнее, появились вентиляция и обогрев. На «Тополе-М» впервые установлена система контроля бодрствования. Стоит водителю-механику на какое-то время забыть про педали или руль, сразу сработает сигнализация. И все же главное отличие «Тополя-М» от «Пионера» — это полная автономность. Он может запускать ракету не только с заранее известной позиции, а с любой точки маршрута боевого патрулирования. При этом все необходимое для старта находится прямо на пусковой установке. «Тополь» уже АПУ. Не СПУ самоходная пусковая, а автономная пусковая установка. В отличие от предыдущих комплексов, «Тополю-М» перед пуском не нужно полностью опираться на домкраты. Часть веса пусковой установки распределяется на колесную базу. Это дает возможность производить пуск из глубокого снега и слабых грунтов. Мощные домкраты, легко поднимающие 120-тонную махину, сами по себе уникальны. Однажды на полигоне Капустин-Яр перед показом «Тополя-М» Борису Ельцина установка буквально провалилась в болото. Конечно, ничем ее не стронешь. И разгрузить не представляется возможным. Там нет такого крана, да и тоже приняли такое решение. С помощью собственных домкратов горизонтирования ее поставить на ровное место. Заказали несколько машин шпал, и вот шпала бросали в эту яму домкраты, которые на пусковой подводили, и ее вывешивали. Вывешивали, значит, сюда подкладывали, опять поднимали. И с помощью средств пусковой установки, которые совершенно для этого не предназначены, мы ее вывели на чистый грунт, заасфальтировали. И когда приехал первый президент России, все было в идеальном порядке. На маршруте боевого патрулирования помощи ждать нет. Поэтому разработки устройств для выхода из аварийных ситуаций конструкторы ЦКБ «Титан» уделили особое внимание. На предыдущих комплексах были случаи, когда водители от монотонности движения засыпали, особенно в темное время суток. И плохо управляемая машина вправо-вправо-вправо сваливалась в кювет и опрокидывалась. Было спроектировано такое средство возвращения машины на колеса и вакосредства. Попросту говоря, резиновый домкрат, который подкладывался, с помощью выхлопных газов надувался, и машина вставала и могла своим ходом уходить. Время развертывания комплекса сокращено по сравнению с предшественниками в несколько раз. Мы находимся на площадке, где происходят финишные операции сдачи автономной пусковой установки комплекса «Тополь-М» серийного заказа. Завершающие операции, в частности, относятся скоростной подъем качающей части. Сейчас мы это увидим, как это происходит. Эта операция достаточно редкая. И на каждой пусковой она проводится дважды, как наладочная и как контрольная. В 2006 году мобильная ракетная система «Тополь-М» встала на боевое дежурство. Внимание! Расчет получит приказ на смену позиции. Есть приказ на смену позиции. Грозная машина вобрала в себя все лучшее от своих предшественников. Три важнейшие качества – подвижность, удобство в эксплуатации и автономность, за которые боролись конструкторы, позволило подвижным грунтовым ракетным комплексам занять главенствующую роль в стратегических ракетных войсках. В таком конгломерате стационарные пусковые установки и подвижные грунтовые ракетные комплексы сегодня достигается максимальная эффективность всей ракетной группировки. Объявляется боевая готовность, возможность ракетного удара. 1 ноября 2005 года. Командный пункт Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки. Выступило предупреждение. Объект с востока из Плесецкой России. ЦР по оценкам разведки – это плановый запуск межконтинентальной баллистической ракеты из Плесецка. Расшифровка данных полета российской ракеты «Тополь-М» шокировала американских специалистов. Она набрала скорость значительно быстрее обычного. В космосе от ракеты отделилась боеголовка, которая совершала невероятные маневры. Она меняла высоту и плоскость траектории, поворачивала в сторону. И все это не помешало ей точно поразить цель. Один пуск модернизированной межконтинентальной ракеты «Тополь-М» практически обесценил 100 миллиардов долларов, затраченных в США на разработку системы противоракетной обороны. В соединении с мобильной пусковой установкой новая маневрирующая гиперзвуковая боеголовка способна на многие годы вперед обеспечить стратегическую безопасность России. Поэтому сегодня в ЦКБ «Титан» продолжаются работы по совершенствованию подвижных грунтовых комплексов. В перспективе они смогут нести не только ядерные заряды, но и обычные. Осначенные высокоточной системой наведения, маневрирующие боеголовки будут использоваться в том числе и в антитеррористических действиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова